Ребята, всем привет! Я Гену отправила в магазин за продуктами и написала список. В списке было очень мало продуктов. Он притащил 4 здоровенных кулька. И я сейчас хочу снять и вам показать, что он купил. Для меня это тоже новость. Я вообще не знаю, что он купил. Надеюсь, то, что я написала в списке, хотя бы половина есть. Надеюсь. Ну, посмотрим. Ген, сними, я буду показывать. Я хочу показать, чтобы люди, если кому надо, кто не из Украины, там могут посмотреть цены. Так, это супермаркет Варус. Кому надо, тот остановит и посмотрит цены, что, по чему, кому будет интересно. Тысячу гривен, 1017. Это получается где-то 20 долларов, чуть меньше, да? Больше, 40 долларов. А, 40. Боже, я уже вообще не ориентируюсь в этих долларов. Так, ладно. Я сейчас выкладываю, выкладываю. В списке было зелень. Зелень есть. Да. Зелень. Это я сегодня буду делать рецепт... Господи. Буду готовить помидоры. Очень классный рецептик. Поэтому я сниму на отдельное видео, чтобы все увидели этот рецепт. Он может кому-то пригодиться. Петрушка. Петрушка что-то такая. Ну, в принципе, нормальная. Я еще на кассе бегал. У меня все пробивали. Я бегал на кассе, ее взвешивал. Надо было ее отдельно взвешивать, а я ее не взвесил. И все ждали, пока я сбегаю, петрушку свешиваю. Прекрасно. А я говорю, она мне очень нужна, говорю. Тогда бегите, говорит. Конечно, жена же дала задание. Я же за ней пошел. Пошел за петрушкой, называется. Сыр сулугуни. В списке был сыр сулугуни. Колбаски в списке не было. Колбаска на всякий случай надо нам. Да, перчик. Ну, ты постарался перчика взять. Кстати, перчик не дорого. Нет, хорошо. Хорошо, да. Да, витаминки взяли творожок. А ягарфинского не было. А, ну, этот скидка, кстати, была. Так я его взял. Он по 8 чем-то гривен. Так я его взял 4 штучки. Сыр сулугуни ты взял, да. Хорошо. Да. Сахар. Был в списке. Да, сахар был. Ага, куриное филе. Филиное куре. Это так, как говорилось, у нас лагерка, да. Куриные лапки. Вот такие у нас тут лапки. Такие лапки. Да, неплохие это, знаешь. Да. Не мелкие. Я мелкие не люблю лапки. Да, да. Я же посмотрю, что вроде хорошие, крупные, я и набрал. Тут только для меня новость. Что вот это такое, да. А я сам сначала не понял, что это, и начал читать. Это милк молоко. Польское. Это польское. Написано млеко. По-польски млеко молоко. Мы еще такого никогда не брали. Ну, я 3-2% жирности, я взял попробовать. Слушай, надеюсь, не зря. Польское будет вкусное. Ну, мы попробуем. Посмотрим. Ну, там брали ящиками, ты знаешь. А еще сливок не было? Нет, сливок не было. Ага, вот помидора взял наш папа. А надо было сливки, да? Да. Ну, их и не было, в принципе, да. Ну, что, я приготовлю с этим. Ну, подожди, Ген, да. Так. Возьму. Уже сколько тут всего. Немножко есть. Так, это какую-то ты рекламку взял. А то, что туда, я потом почитаю. Ага, богеты, кухи. Ну, вот смотри, вот мы говорили с тобой о похудении. Вот зачем? Так тут детям. Детям, смотри, какие дети у нас худые. Ну, смотри, вот сколько брать хлеба? Ну, зачем? Это детям, детям. Не надо прикрываться детьми. А я позову детей и спрошу, они хотят или нет? Так, масло. Кстати, разумность, а мы еще ни разу не брали его. Тоже в скидке было. Да? Да. В Виталинке печенье, она ее очень любит. Очень, кстати, вкусное печенье. Это Рошен фирмы. Мы ее любим, берем. И у меня, кстати, и старшие дети ее любят. Так, лаваш. Это в списке тоже было. Но я там уже наблюдаю, что не было в списке. Да? А, так подождите, ребята, Банетам мало оказалось моего мужа. Он еще взял батон. А батон, не знаю, на бутербродике утречком в школу. Очень сил нету с тобой. Это не перчаточки. Просила, было в списке. Да, было. Печенька, кстати, очень вкусная с семечками. Вот это я буду кушать. Мне его, наверное, можно для похудения. Это квас. Но этого в списке не было. Не было. А была на нее 50% скидки, я его взял. За 12 гривен вот это. Попробуем. Да. Можно, знаешь, что будет еще из него сделать? Как это, окрошку или что? Что мы делали как-то летом? Окрошку. Да нет, я не буду. А это ты взял арбузик, да? Да. Это такой по-украински называется вогник. А по-русски огонек. Арбуз огонек какой-то. Но он не сильно дешевый, конечно, такой получился. Сейчас я резкость наведу. Арбуз. Ну, разрежем, покажем. Да. Это Элина очень любит. А мы, по-моему, вогник никогда не покупали. Так вот я же решил взять, попробовать и посмотреть. И ребятам рассказать заодно. Ну, в общем, слушай, и это все 1000 гривен? Да. Как это все? Так и мясо посмотри. Он на мясо одно 200 гривен, другое 140. Вот смотри. 142 гривен. Вот, 142 и это филе 200 с чем-то гривен. Вот ты посчитай, сколько я денег только на мясо спустил. Ну да. Да, вроде стол такой небольшой. 360-360 гривен. А 1000 гривен. А молоко почем? 18 гривен. Но мы его никогда не брали, поэтому не знаю. Попробуем. Вот я взял попробовать, да. Ну все, да? Ну вроде да. Где ничего я там не запрятала? Ничего не забыла, не запрятала. Да, вроде все. Ну все тогда. Да, давайте. Слаживаем. Все, ребят, всем пока. До встречи. Что буду готовить, буду снимать и вам показывать. Да. Все, всем пока. До свидания. Ребят, мы начали уже наши продукты раскладывать. И тут на бутылке кваса увидели такую заповедь. Заповедь пьята. Дружить и с сусидами. Вони наикраща сигнализация. Вот так вот, ребят. Переведи. Дружите и с соседями, они наилучшая сигнализация. Так что нужно дружить с соседями. Ребят, дружите с соседями. Это хороший совет. Сельские заповеди городским. Ой, квас повеселил. Сельские заповеди городские. Нет, квас, конечно, классный. А, так тут еще что написано? Ну тут, наверное, рецепты, я так думаю. Не, еще за царя панька, коли земля была тонка, в народе квас варили з перемешки житнего та ячминного солоду. Такий квас, как по написанному втамував спрагу та полипшего смак еджения. О, Боже. Вмить око, выгоняв с тела в тому, а с головы за журу. Ничего себе. Тумура, ниши, люды и казалы. Пывы для веселущих, а квас для души. Вот так вот. Квас для души. Вот почему мой муж его купил. Вот, для души. Интересно, он такой же вкусный, как и классный тут все написано. Веселенький, конечно, класс. Все, ребят, теперь точно всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok